Я хотел бы начать, наверное, представить нас всех. Прямо вот справа налево Инга Моисеева, руководитель душевного базара и D-Group Social. Потом Кристина Покрытан, менеджер по корпоративной социальной ответственности компании Deloitte. Дальше Алексей Сидоренко, руководитель теплицы социальной технологии. Здравствуйте. И Антон Типаненко, основатель проекта To Do Good. И говорить мы сегодня с вами будем о пробоноуслугах в России. И о чем мы сегодня поговорим? Ну, во-первых, давайте очень коротко, очень коротко определимся с терминами, что такое пробоно. Меня очень часто зовут что-то сделать, выступить, провести или разработать, ну, бесплатно, то есть пробоно. Очень так вот обесценивая немножко эти слова. И если посмотреть корень, наверное, все-таки пробоно – это про профессионализм, это про общественное благо, и это больше про ценности, чем про такое вот бесплатное, чем про категорию бесплатности. Хотя, конечно, пробоноуслуги чаще всего не предполагают физической оплаты. И когда, собственно, все это возникло? 1876 год – это год основания американского общества юридической помощи. Все началось с юристов, услуги юридические были очень дорогие, и не все могли их себе позволить. Поэтому юристы начали добровольно оказывать услуги пробоно. Сам, соответственно, термин уже в 20 веке был. Вспомнили о нем и включили в кодекс юристов американских, потому что 50 часов в год они обязаны пробоноуслуг оказывать тем, кто не может себе их позволить. То есть это такой очень короткий экскурс туда, откуда, собственно, тема растет. И сегодня в мире, конечно, пробоно – это пробоно движение является номирающим все еще обороты, движущая сила юристы. Одна из лидирующих, движущих сил этого движения. И, собственно, одна из компаний, даже целый фонд, который подбирает юристов к проектам. Такой вот производительный чинг посчитал, что 70 миллионов долларов услуг было оказано по принципу пробона. Сейчас Антон дальше меня дополнит. У него есть более подробная информация именно про юридические аспекты, про пилнет. Организация Taproot Foundation посчитала, что больше 152 миллионов долларов пробоноуслуг было оказано. И есть еще более такая вот глобальная сумма – 2 миллиарда долларов. A Billion Plus Change компания называется. И они сейчас стремятся к тому, чтобы это было 5 миллиардов долларов услуг, оказанных по принципу пробона. И есть также инфраструктурные проекты, которые занимаются мейчингом волонтеров. Например, проект Catchafire, скриншот которого сейчас на слайде. Несмотря на то, что кажется, что все хорошо и всего много, на самом деле потребностей еще больше. И на первом месте в потребностях у данного Taproot – это маркетинг, это HR, это финансовая и административная поддержка и так далее. То есть все еще сектор на Западе продолжает расти, а в России он набирает обороты очень потихонечку. И что же в России происходит? Есть несколько мероприятий, которые за последнее время прошли. В частности, это ProBono Week в Калининграде. Это встреча с проектом Пасека. Спасибо большое, Алексей, за приглашение. Это наш митап по ProBono. Мы недавно собрали экспертов и говорили о том, как же нам развивать эту тему дальше в России. Если в предметную область окунуться, куда, собственно, идти, бежать, что делать? В первую очередь стоит отметить юридические, конечно, консультации. Это проект «Илисты на гражданское общество», также есть проект «Пилмет», правильно? И, в принципе, есть еще, может быть, даже много всего такого, что только-только появляется. И, мне кажется, есть смысл обобщать эту информацию. Поэтому, если у вас есть какие-то добавления, мы будем всем очень этому рады. Что касается проектов образования, стоит отметить программу «Про НКВ 2.0». Программа привлекает специалистов из бизнеса, и они делятся своими навыками с некоммерческим сектором. Ни для кого не секрет, что рост профессионализма – это такой тренд. И профессионализм в некоммерческом секторе еще не достиг такого уровня, который есть в бизнесе. Есть также программа «Практикум». Представитель Кристина Покрытан расскажет чуть-чуть о ней подробнее. Есть проект «ИТ-волонтер» по привлечению частных волонтеров к оказанию, например, таких, как вы, программистов, к оказанию услуг для фондов. Может быть, здесь вы даже найдете друг друга без сервиса «ИТ-волонтер», а если он все-таки понадобится, зайдете и зарегистрируетесь на нем. И для агентств, студий и так далее есть проект «Пасик», где можно, если вы НКО, найти студию, которая готова работать с НКО. Не только «Пробот», но и, в принципе, работает в этом секторе. Алексей Сидоренко расскажет об этом чуть-чуть подробнее. И проект «Ту-ду-гуд», такой, наверное, самый инфраструктурный проект, самый такой масштабный в плане того, что они могут делать, потому что они консультируют, они собирают консультантов, и выстраивают стратегии, и настраивают все внутри организации, чтобы все работало. Антон Степаненко сейчас об этом расскажет. И проекта, который у нас с вами сегодня нет, но его представители тоже находятся на форуме, это дизайн-броверстаг. Они считают не в долларах, они считают не в рублях, они считают в часах. В 502 часа они уже оказали проблона услуг, и реинвестируют свою прибыль для оказания, для помощи тем, кто не может заплатить за дизайн. Потому что, как мы знаем, чем лучше информация преподнесена, тем эффективнее она работает. Ну и, собственно, зачем все это нужно? Наверное, есть смысл сказать, что для бизнеса это программа корпоративной социальной ответственности. Рустам Закихниц не даст соврать. Это включает в себя и мотивацию персонала, и такой немаловажный слой, как коммуникации. И если говорить про некоммерческий сектор, здесь, конечно, привлекается экспертиза из бизнеса, и есть возможность получить компетентную профессиональную помощь от тех людей, которые готовы ее оказать. И теперь предлагаю отправиться дальше от слов к делу, и спросить у Алексея Сидоренко, какие же проблона-услуги в области IT-маркетинга можно получить, и как их можно получить по принципу проблона. Кстати, я очень рад, что у нас потихонечку, даже стремится побольше обратить внимание, коллеги. Это очень хороший знак, ведь тема добирает обороты. Алексей, шнур, да? Так, я готов. Или давай, Алексей, шнур. Или можно просто подключить? Давай, боже, не подключить. Да, все-таки у нас. Уважаемые коллеги, приветствую вас. Особенный привет кому-то, с кем мы уже работали. Я расскажу про, соответственно, про то, что делает Теплица. Мы работаем на общественно-образовательный проект. Наверное, кто-то из вас читал или как-то участвовал в наших мероприятиях. И мы подумали, собственно, когда разрабатывали, да, наша обязанность, наш мандат в том, чтобы оказывать непосредственно помощь некоммерческим организациям в области IT. Но, помимо этого, да, мы понимаем, что здесь еще очень много людей, которые хотят помогать некоммерческим организациям и вообще у которых есть избыток свободного времени. При этом их навыки, это не просто навыки, что они могут прийти, да, посидеть руками, куда-то что-то перенести. Это достаточно дорогие навыки, достаточно обширные навыки, да. Взглянуть на Википедию, работает с 99-го года, является крупнейшей энциклопедией человечества. Да, все сделано руками волонтеров, которые обладают знанием и обилием свободного времени. Собственно, мы попытались вот этот временной ресурс каким-то образом использовать. И первый наш проект в этом плане заключался в области именно вот такого персонального волонтерства. И он называется, оригинальное название, IT-волонтер. Кто-нибудь из вас пользовался, пытался регистрироваться, задавать задачи, да? Ну и как ваш опыт? У нас три задачи решено. Три задачи решено. Вау, здорово, супер. И второй инструмент, собственно, который мы сделали уже и не без проблем через, кажется, полтора года после этого, это пасека. Ну и, собственно, IT-волонтеров, это пока вот юзер-интерфейс, он выглядит так достаточно жестоко и прямолинейно, да, образец 2014 года. Ну, в общем, это у нас все в работе. Но за это время, за два года зарегистрировалось у нас 2600 человек, из которых активных, наверное, только 10%, что, в принципе, отражает. Но даже если это 10%, то это все равно 260 человек. И вот за два года они решили 333 задачи, что в целом говорит о том, что примерно каждые два дня закрывается задача. Может быть, два с половиной дня, но это задача достаточно крупная, да, там, сделать, помочь сайтом, сделать логотип. То есть, в перечислении на указанные часы, это, ну, это не то же самое, что прийти там, предоставить машину, да, или там, прийти посидеть пару часов в больнице, да, это, как бы, серьезное вовлечение. Вот, и, собственно, мы изучали мотивационные модели волонтеров, людей, которые приходят. Вот это, конечно же, набрать опыта, сделать что-то необычное, получить контакт с людьми, получить влияние, да, мы говорим в том числе о том, что люди хотят, у людей тоже есть негативные мотивационные модели, но иногда заработать, да. То есть, иногда на нашей платформе можно указать небольшой гонорар, тогда люди зарабатывают, и в любом случае это все равно мы считаем волонтерством, потому что, ну, там цены в десятки раз ниже рыночных, поэтому мы в данном случае воспринимаем их исключительно как такая условная компенсация. Ну, и, конечно, здесь мы сталкиваемся и с большим количеством проблем, потому что решение массовое, оно в отличие от каких-то точечных решений, там, где массовость, есть и массовые ошибки. И здесь, конечно, различие в ожидании, отсутствие общих моделей волонтерской коммуникации, ну, и, конечно, общие проблемы, которые вот связаны с менеджментом НКО, с квалификациями людей, работающих в некоммерческих организациях. Это, там, желание стать экспертом, да, вот, пожалуйста, мне в логотип нарисуйте вот еще солнышко и камешек, да, потому что я так считаю, потому что вот мы не можем без того, чтобы довериться, собственно, дизайнеру. Ну, и подобные вещи, да, которые наверняка каждый IT-специалист или человек, который общался с IT-специалистом, наверное, с этим встречался. Вот, ну, и, собственно, меня Григорий попросил сказать, как зарегистрироваться, да, опять же, так как решение массовое, волонтерское, и здесь успех, в принципе, не очевиден, но я могу только посоветовать, да, сказать, что да, задачи решаются, вот у нас есть живой пример, да, регистрируйтесь на IT-волонтере, создавайте задачи. Мы старательно работаем над инструментами, которые повышают мотивацию, да, которые, как бы, добавляют, да, потому что одно дело, вот, человек решил что-то сделать для вашей некоммерческой организации, помочь улучшить мир, а есть какая-то тактика, да, человек забывает, человек думает, что его обидели, с ним недостаточно хорошо поговорили, вот, поэтому мы вот как раз над такими средствами улучшения, увеличения эмпатии, да, от работы, старательно работаем. И второй инструмент, который запустили год назад, это пасека, это сообщество, это система аудита и сертификации креативных агентств, вот, идея в том, да, что пчелы, они достаточно, они не являются альтруистами, да, пчелы летают с цветка на цветок, прежде всего, потому что они едят, да, но при этом, при этом они осуществляют чрезвычайно важную для своих экосистем деятельность, вот, и делают это не для того, не потому что считают себя какими-то особенно исключительными изменителями мира, вот, а потому что просто это делают по жизни, и, собственно, в этом и есть гипотеза, которая сейчас, я считаю, подтверждается. Это то, что у нас есть 51 участник, это веб-студии креативное агентство, которые либо уже помогали, кого-либо помогают, и, собственно, для них работа с некоммерческими организациями, это успешный пример так называемого коз-маркетинга, то есть маркетинга, который, собственно, им добавляет очень сильно определенный пиар, это не просто их корпоративно-социально ответственность, хотя этот элемент тоже присутствует, вот, Ну, вот здесь я сделал выборку, да, почему вам интересно работать про Бону, мы старательно задаем этот вопрос студиям-участникам, они, кстати, тоже ставят сейчас масштабно значки, пасеки, мы, наша амбиция вывести это на уровень такого fair trade, чтобы было почетно иметь этот этот значок, вот, ну, и понятное дело, что, вот, да, сделать мир немного лучше, да, это, я думаю, такой рефрен, который постоянно звучит, но здесь, например, меня более интересуют какие-то внутренние практики, почему это выгодно самим организациям, вот, и прежде всего, например, такая, да, помогает моральному духу нашей команды, вот, дальше, соответственно, опыт взаимодействия в проектах без жесткого прессинга, вот, и позволяет самим продвинуться, да, но здесь тоже, опять же, практический совет, собственно, как направить запрос в эту сеть, да, вы можете, вы отправляете запрос Алексею Клюзову, координатору программы, вот, и он дальше распространяет, например, если вам нужно найти проект ProBono, вот, или просто связывайтесь с нами через контактную форму. Здесь, что важно отметить, да, то, что некоммерческие, точнее, веб-студии креативное агентство, они, конечно, выбирают проекты под себя, то, что им нравится, то, что они видят, будет реально приносить пользу, вот, и это очень сильно зависит от другой страны, да, то есть здесь ProBono не предполагает, по крайней мере, в дизайне и в крупных проектах, да, когда подписываются реальные профессионалы и студии, да, это предполагает, что ProBono будет иметь смысл как с точки зрения какого-то технологического вызова, маркетингового вызова, так и принесет плоды, потому что некоммерческая организация и люди в ней работающие, они представляют собой действительно какие-то эффекты, они действительно хотят что-то изменить. Только тогда студии включаются в это и работают, и здесь это единственный, наверное, пожалуй, совет, да, стремитесь к совершенству, если вы хотите получить реально качественные пробованные услуги, доверяйте профессионалам, да, и, наверное, да, стремитесь к совершенству и доверяйте профессионалам. Спасибо. Спасибо большое, Алексей, и буквально у нас есть минута для того, чтобы задать один или несколько вопросов. Алексей, друзья, как воспользоваться услугами волонтеров, как стать волонтером, ну, Алексей, в принципе, ответит или есть? Да, давайте. Средюб Марина Адольфовна, Организация по поддержке инвалидов «Перспектива». Скажите, пожалуйста, насколько адаптирован ваш сайт для людей с ограниченными возможностями по зрению? Потому что у нас очень много незрячих людей, которым сложно ориентироваться в интернете без специальных программ. Вы знаете… Либо озвучка, либо, допустим, увеличенный шрифт. Вы знаете, мы… Я отвечу таким образом. Безусловно, мы знаем о необходимых стандартах, которые необходимо применять для того, чтобы они были адаптивны. В данном случае, насколько они применены конкретно на платформе IT-волонтер, скорее всего, я не могу сказать с точностью, но я хочу сказать, что сайт сделан таким образом, что, например, точно можно было совершить необходимые действия, потому что это просто хорошие стандарты веб-дизайна, если человек пользуется вот устройством считывания, по крайней мере, в каком-то режиме, да, то есть там только текстовые элементы, там нет изображений, вот, они сделаны с правильной структурой. И, опять же, мы не проверяли конкретно с незрячими и слабовидящими людьми, и это, я думаю, хорошая, наверное, для меня, хорошая задача, такое домашнее задание для нас. Ну, то есть можно будет вам обратиться для того, чтобы сделать сайт для организации с незрячими людьми? А, в этом плане? Да. Я подумал, насколько наша платформа готова. Нет, первый вопрос был по платформе, да, насколько будет… Вы знаете, вы, безусловно, мы всячески приглашаем вас разместить подобное объявление, и на нашем опыте мы уже делали для этого кинотеатра «Свет», мы делали лично вот в работе в «Теплице», создавали полностью WCAG адаптивный сайт, который соответствовал стандарту ААА, да, то есть был, и был не только машинно протестирован, но нам, собственно, незрячий человек, к сожалению, он уже, кажется, отошел в мир иной, протестировал, сказал, что это абсолютно работает, поэтому мы не только вас приглашаем к тому, чтобы разместить заявку, но и в том числе… Там есть такая галочка «Получить консультацию», да, от сотрудников «Теплицы», для нас это очень важный стандарт, поэтому вы можете получить консультацию, и мы конкретно расскажем, с какими трудностями в этом плане мы столкнулись. Спасибо, постараемся воспользоваться вашим предложением. Спасибо, спасибо большое за вопросы, и мне кажется, наилучшим результатом нашей сегодняшней встречи будет, если хотя бы на один сайт для незряющих людей станет больше, и если хотя бы чуть-чуть информация для них станет доступна. И о доступности информации в целом для сотрудников-руководителей некоммерческого сектора я бы хотел поговорить с Кристиной по крытам, попросить ее ответить на такой вопрос. Вот образование силами промо-экспертов, чему стоит учиться у бизнеса, а чему, может быть, не стоит учиться у бизнеса, и как сделать правильный выбор вот в этом информационном сейчас потоке, который, я знаю, сваливается просто на голову сотрудникам и руководителям НКО. Кристина. Вижу микрофон, хочу петь, а не говорить по-другому, но я сдержусь. Криш, спасибо большое за вопрос. Действительно, информационный континуум образовательный продолжает нарастать, и я постоянно слышу с появлением каждого нового образовательного проекта, что бедные сотрудники НКО, которых мы, собственно, пытаемся облагодетельствовать этими проектами, начинают стонать под тоннами приглашений, понимают, что если они будут ходить на все, им можно уже сейчас прекращать работу и просто учиться. Мы создаем проект не для этого, мы, безусловно, даем некие возможности, но стараемся параллельно с выдвиганием все новых предложений воспитывать некую образовательную культуру в среде некоммерческих организаций, потому что как это строится в бизнесе, это вот к вопросу о том, чему можно у бизнеса поучиться. Люди не принимают решения об обучении сами, это происходит методом такого кумулятивного эффекта, идет обсуждение с руководителем, насколько обоснована потребность в обучении того или иного сотрудника, принимается решение о том, кого целесообразно отправить. Мы здесь не говорим про бесплатность, потому что в бизнесе, естественно, все это услуги платные, а это обосновывает их некую такую скрупулезную подборку. В НКО, поскольку мы понимаем особенности экономической нашей социальной реалии, мы предлагаем обучение бесплатно, часто возникает эффект такого хватания того, что предлагают, потому что все равно же бесплатно. Но не дайте себя обмануть, важно и в этой бесплатной всей рутине выбрать именно то, что будет отвечать вашим операционным управленческим запросам. Чем в этом смысле может помочь проект-практикум? Мы, на самом деле, нас трудно назвать пробонопроектом, потому что пробоно — это все-таки оказание услуг, за которые иначе ты бы взял деньги с клиента, но оказание в безвозмездном режиме, мы не учим никого платно, мы исключительно занимаемся навыковым волонтерством. То есть мы и у платных клиентов не взяли бы деньги, это исключительно воля людей, которые обладают определенными знаниями, делиться этими знаниями в каком-то профессиональном качестве. Но будь то пробоно или навыковое волонтерство совершенно не важно, важно здесь вот что, что наши волонтеры совершенно подготовлены, иначе мы их не выпускаем на площадку проекта, обсудить с вами и простроить некий индивидуальный образовательный маршрут. Поэтому если вы сомневаетесь, стоит ли вам посещать тот или иной тренинг, семинар, мастер-класс, обратитесь к нашим экспертам, их у нас два. Это профессиональные тренеры, методологи, которых мы тщательно отбирали и которые готовы с вами обсудить, простроить для вашей организации некую стратегию обучения. При этом мы точно так же, как коллеги из Туду Гуда, совершаем некие еще и консалтинговые потуги и гарантируем постобразовательный консалтинг для тех организаций, которым это будет нужно. Еще немножко дегтя, потому что я люблю бросать деготь в мед везде, где я могу, я считаю, что это порождает правильную дискуссионную нить. На самом деле некоммерческие организации, ты бы не знала, значит, некоторое, большинство, на самом деле, некоммерческих организаций принимают, я до сих пор это чувствую очень явственно, принимают, например, от нашей компании Deloitte предложение о Probono как некое извинение за то, что мы не можем дать им денег. Потому что у нас нет бюджета на социальные программы, он есть, он крайне мал, и мы его расходуем в основном весьма ограниченными траншами, не так, как многие компании, которые обладают большими, наверное, здесь ресурсами, активами и прочим. И часто очень трудно человеку, незнакомому с реалиями оказания услуг Probono сопоставить и понять, что здесь на самом деле тоже присутствует реальная ценность, вполне себе монетизируемая. Один час работы хорошего Probono консультанта, например, в области финансовой отчетности, аудита, чем профильно занимается наша компания, может стоить несколько десятков тысяч рублей. Ну, вполне себе прилично, если вы оцените, что средний Probono проект, например, Probono audit, может длиться до двух недель чистого времени одного такого специалиста. Я сейчас не буду математических совершать упражнений, потому что все равно ничего не выйдет, но я думаю, что вы можете представить, что сумма-то немалая. При этом организациям зачастую некоммерческим кажется, что лучше бы нам дали денег, чем предлагали какую-то компенсацию за их отсутствие. Поэтому я вам предлагаю настойчиво обращать внимание на активы компетентностные, интеллектуальные тех компаний, в которые вы идете, особенно с учетом кризисов всевозможных, которые были, есть, еще грядут, и которые толкают часто компании на пересмотр своей социальной ответственности в сторону, наверное, менее финансового, более компетентностного вклада в развитие НКО. Поэтому здесь у вас есть карт-бланш, вы можете ориентироваться на опыт тех компаний, которые уже это делают, вы можете апеллировать к тому, что сейчас это новый тренд, и это на самом деле некое такое синекуаном для компаний, которые занимаются консалтингом, потому что, как правило, это стратегически обоснованно для них оказывать консалтинговые услуги для некоммерческих организаций, как свою социальную ответственность. При этом будьте готовы к тому, что та компания, которая говорит вам, хорошо, мы сделаем вам стратегию, давайте нам все свои исходные данные, устав, егрюлы и так далее, и мы вам все пришлем. Не верьте этой компании, пытайтесь вовлечься в процесс с самого начала, будьте целевой группой от начала до конца, потому что компании, которые занимаются бизнесом, прекрасные юристы, которые занимаются корпоративным правом, прекрасные финансисты, которые всю жизнь проработали в финансовых корпорациях, они, как правило, очень мало смыслят в ваших реалиях. Поэтому не ориентируйтесь на то, что дорогостоящий эксперт на финансовом каком-то там рынке сможет решить все ваши проблемы, дистанционно, не вовлекая вас в процесс. Будьте готовы к взаимному, такому двойному движению на одной дороге, к тому, что вы будете учить этого человека, прежде чем он сможет начать вам оказывать услуги. Это на самом деле то, чем мы занимаемся последнее время в нашей компании. Мы снижаем притязание и некую такую профессиональную гордость наших пробонных экспертов, говорим о том, что да, вы будете сейчас выступать как некие эксперты, вы будете вести эту организацию по ее профессиональному запросу, но будьте готовы к тому, что вы туда заходите совершенно с нулевым запасом знаний, потому что в этой отрасли вы не знаете ничего. И зачастую мы привлекаем наших пробоноспециалистов именно тем, что им сейчас откроется совершенно фантастическое новое профессиональное поле, о котором они раньше не знали. Более того, хочу еще сказать, что... Я сейчас закручусь, я уже вижу, что пора. Я просто хочу вам сказать, что те процессы, которые вам предлагаются в качестве пробоноуслуг, они бесконечно требуют вашего увлечения. Поэтому не бойтесь предлагать свое участие, не бойтесь выделять специалистов, которые будут бок о бок с пробованным экспертом сидеть и заниматься решением вашей проблемы. В конце концов, она именно ваша. Это мой совет. Спасибо. Спасибо, Кристина. Ну, на мой взгляд, это совершенно не ложка дегтя, а абсолютно совершенно здраво... Как сказать-то, подход... Есть подход курильщика, сделайте все за меня, а есть подход здорового человека. Вот, наверное, как раз тот самый подход. На мой взгляд, Кристина не одна придерживается такого здорового подхода к оказанию пробоноуслуг. И есть у нас целый проект DoDoGood, который специализируется на этом. И, наверное, я прямо передал эстафетную палочку Антону Степаненко в данном вопросе и спросил бы, Антон, как вы решаете эту задачу, когда действительно нет у людей в бизнесе нужной экспертизы для того, чтобы прямо взять и начать что-то советовать на кого? Ну, расскажи, пожалуйста, как вы с этим работаете? Добрый день всем. Меня зовут Антон. Спасибо большое, Григорий, за палочку. И спасибо большое, Кристина, за этот рассказ, потому что действительно то, о чем я хотел бы рассказать, во многом связано с ложкой дегтя, которую Кристина так хорошо описала. Мы сделали проект DoDoGood. Проект DoDoGood оказывает пропону услуги некоммерческим организациям, делают очень конкретную работу в области стратегического консалтинга, в маркетинге, операционной эффективности и так далее, и так далее. Я еще к этому иду. Но мы фокусируемся все-таки не совсем на некоммерческие организации. В этом большое отличие проекта DoDoGood от многих других сервисов. Для нас во главе угла как раз волонтеры. И миссия нашего проекта заключается в том, чтобы найти, собрать, вдохновить, воодушевить, вооружить такое сообщество социально ответственных лидеров, ребят, которые работают в офисах, в компаниях. Это стратегии, это юристы, это маркетологи, это пиарщики, это дизайнеры, это, в общем-то, кто угодно. Такие белые воротничковые бизнес-сервисы, если хотите. Как мы это делаем? Мы для этого делаем ровно три вещи. Первое, мы отбираем интересные некоммерческие организации. И берем мы действительно не всех, и очень-очень тщательно смотрим на тем, насколько некоммерческая организация, возвращаясь к тому, о чем говорила Кристина, понимает, какой сервис ей нужен, и насколько она готова к изменениям, насколько она готова тратить ресурсы, время, желание, вдохновение свое, на то, чтобы реально меняться, реально расти и работать по дороге к этому родству с волонтерами. Второе, мы находим и отбираем волонтеров. Источники – это крупные компании, некрупные компании, интернет, мероприятия, все что угодно. Чтобы вы понимали, портрет волонтера, который будет с вами работать на платформе The Do Good, это специалист 25-35 лет с опытом, не знаю, 5-7 лет работы в крупной компании, специализирующейся в том, что он делает. Мы находим тех и других, уточняем некоммерческой организации в чем, собственно, задача, чего-то хочет. И, как правило, фокусируемся на задачах роста. Вот сегодня некоммерческая организация делает что-то одним образом, а завтра хотела бы делать это иначе. И для этого нужны средства, и тогда речь идет о фандрейзинговой стратегии. Для этого, может быть, средства есть или вообще сейчас не до средств, а вообще-то неплохо бы разобраться, что мы хотим делать. Потому что у тебя довольно часто видно, что некоммерческие организации в силу того, что, ну, скажем так, наверное, отрасль довольно творческая, и, как раз, хочется сказать, там, порыв души играет не последнее место. И, честно говоря, ему доля свободы, наверное, гораздо больше, чем в компаниях, где-то там все понятно, деньги, план, ты это делаешь, а ты не делаешь. Но это также приводит к тому, что с точки зрения стратегии и понимания, что, собственно говоря, конкретно делать некоммерческая организация, и как это упаковать и правильно продать потенциальному доллару, довольно часто это гораздо больше путаница, чем чем чем-то конкретно. Антон, можно этим сразу вопросом? А как сделать так, чтобы твой проект «Туду Гуд» взялся за какой-то кейс? Вот, допустим, есть здесь, я уверен, присутствующих разные запросы. Как сделать так, чтобы вы взялись на этот проект? Для этого надо зайти на сайт «Туду Гуд». Там будет формочка, подать заявку, и подать эту заявку. Мы с вами свяжемся и все обсудим. Спасибо за этот вопрос. И третья вещь, которую мы делаем, для нас принципиально важная, на которой все держится. Нам кажется, что сегодня в России мы еще пока не созрели до того, чтобы просто знакомить волонтеров с некоммерческой организацией и уходить в тень. Делаем вот мэнчик, о котором говорил Гриша в начале, и который очень распространен в западных странах. Мы видим, что чаще всего про Бона, особенно когда речь идет не об одной небольшой услуге, а о целом каком-то процессе. Наши проекты длятся по нескольку месяцев, они довольно сложные. Вот когда речь идет об этом, чаще всего начинается все за здравие, а заканчивается за упокой. Потому что заканчивается, начинается все как классно, спасибо большое, вы нам поможете, мы очень признательны. Волонтеры все-таки воодушевленные, наконец-то мы там изменим мир к лучшему. А потом начинается рутина, у всех свои приоритеты, кто-то в отпуск, кто-то там чего-то там начальник попросил, и так далее. И, во-первых, двигаются сроки, во-вторых, меняется потихонечку то, что о чем договаривались делать, потому что, ну, можно сделать попроще. И плюс вот то, что мы, например, говорили, что дизайнерские компании выбирают там что-то под свое там портфолио. Они начинают рисовать немножечко больше как бы под свой портфолио, чем то, что хочет некоммерческая организация. Возникают такие как бы там тренинги, искорки. Вот это все есть. И это реальность. И для того, чтобы с этим работать, мы фасилитируем каждый проект. Это значит, что каждым проектом мы призываем менеджера, мы в это вкладываемся как платформа, задача которого вести такое проектное управление. Смотреть, какой план, мы по этому плану идем или не идем, ставить встречи, за себя гоняться. Вот то, что делает обычно менеджер, я говорю, мы с этим хорошо знакомы. И в последнюю очередь то, что делает менеджер, он дополняет проект необходимой экспертизой и довольно такого весомого уровня. На каждом проекте мы привлекаем людей уровня, не знаю, замдиректора, крупной организации, не знаю, Икея, не знаю, Почта России, что-то, что по смыслу проекта, для того, чтобы и волонтерам было как бы интереснее, чтобы для себя нового узнали, и для того, чтобы улучшить качество, качество результатов. Есть можно? Можно, потому что я сам это делаю? Нет? Да? Нет. За последний год, я ускоряюсь, мы сделали около 25 проектов. Каждый проект это команда из трех-пяти волонтеров. Он длится около, в среднем, наверное, трех месяцев. Волонтеры работают в гибком графике, максимально удобном для них, а не для коммерческой организации. Это тоже как бы реальность. В очень разных тематиках. Мы берем и самую популярную тематику сегодня на рынке детей, и там куча разных других. В Туду Гуд три формата. Формат первый это прополны кейсы, о которых мы поговорили. Формат второй это программы тренинга для крупных коммерческих организаций. Когда мы приходим и на базе работы с некоммерческими организациями и их кейсами мы тренируем миддл-менеджмент крупных компаний, потому что сейчас называется soft skills. Коммуникация, лидерство, проблем-солвинг, не знаю, какое-то эффективное использование времени и так далее. Возникает такая синергия между тем, что некоммерческая организация получает очень хорошего качества нужный им результат, а крупный работодатель получает такой перешедший на следующий уровень специалистов. Понятные термины, коллеги. Soft skills и так далее. Все здесь пока понятно. Задавайте вопросы прямо сразу, если нет. И третий формат мы делаем кейс-дни или хакатоны, как они модно называются в другой индустрии, как в течение дня с некоммерческими организациями и нашими волонтерами, консультантами, менеджерами компании, или специалистами. Мы делаем такой фасилитированный брейнсторминг какого-то конкретного заранее подготовленного кейса. И наконец, последнее. Хотел, может быть, привести буквально одну минуточку, чтобы вы понимали пример одного из кейсов, который недавно закончился. Кейс для фонда Старость в радости, которым я знаю, думаю, что вы многие слышали. Кейс длился около, я не вижу, сколько там описано, по-моему, месяца два, два с половиной. В нем участвовали консультанты нескольких консультовых компаний, это BCG, компания, где работают, McKinsey и другие ребята. Мы делали для фонда Старость в радость, фандрейзинг и стратегию. Что сделали ребята, чтобы вы могли почувствовать, о чем речь? Ребята помогли поставить Старость в радость цель по фандрейзингу, определить, сколько денег, на что, почему, какие-то должны быть деньги, возвратные, невозвратные, на программу или на уставную деятельность, Старость хочет получить. Второе, от кого она хочет получить. Волонтеры сегментировали аудиторию Старость в радость и выбрали два ключевых сегмента, в которые фонду надо бить и трата времени на которых просто пронесет больше возврат в деньгах. И третье, для каждого из этих сегментов ребята сделали количество интервью, фокус-групп и так далее представители этих сегментов и разработали конкретный план того, как надо работать с ними с учетом мотивации людей конкретно в этом сегменте. Что побуждает их давать деньги, а что наоборот является барьером для того, чтобы иди на эти конкретные люди за что-либо жизни не давали. После этого ребята упаковали это в конкретный план, что должна делать старость в радость, сколько нужно на этого ресурсов, нужен на этот новый человек или не нужен новый человек, откуда брать деньги на этого нового человека если он нужен и так далее. Этот проект буквально задают, закончился. To-do-good для всех проектов отслеживает результаты внедрения, соответственно, этот проект мы передали в такой мониторинг и через несколько месяцев мы узнаем насколько поменялось в старость в радость подход к фандрайзингу и каких результатов коллеги смогли добиться. Поэтому, друзья, если вы считаете, что вы лидеры, если вы работаете в крупных или крупных компаниях, мы продолжаем вас работать с нами на наших проектах. Спасибо. И приглашаем НКО подавать заявки на сайте to-do-good .com Послушав Антона, спасибо огромное за комментарий. Я, наверное, еще больше укрепился в таком мнении, что НКО нужно учиться разговаривать на одном языке с бизнесом, надо бизнесу и практика подсказывает, что это уже происходит. нужно сказать общий язык с НКО и поэтому очень здорово, что есть такие проекты, которые объединяют одно с другим, есть возможность бизнесу посмотреть, как работает НКО и помочь НКО двигаться более эффективно. Григорий, позвольте вопрос? Да. Я, на самом деле, если можно, если можно, давай сейчас дайте вопросы ко всем. Я, в отличие от всех присутствующих, наверняка, представитель соседней страны Беларуси. И у меня вопрос, насколько Беларусь и белорусские НКО могут уходить в сферу ваших интересов. Он у меня очень простой. Могут, спасибо. А мы подойдем отдельно. Спасибо большое. Действительно, мы здесь все остаемся, никуда не уходим и будем рады ответить еще на ваши вопросы. А сейчас я хотел бы передать буквально на 5 минут слово Инге Моисеевой, руководителю Душевного базара и Ди-Групп Соушел. И продолжая тему, я бы хотел спросить Инга, а какие вообще проблемы и их решения ты видишь в области пробонного латерства с точки зрения нахождения общего языка с бизнесом, между НКО и бизнесом? Спасибо. Спасибо, Греча. Я, наверное, сначала скажу, что Ди-Групп Соушел это еще и организатор программы про НКО 2.0, программы как раз-таки развития руководителей и сотрудников НКО, и как раз это та программа, которая помогает НКО и бизнесу находить общий язык, говорить на нем. Собственно, пожалуй, мне осталось только по итогу резюмировать то, что уже сказали коллеги, что действительно взаимодействие НКО и пробоноволонтеров это в первую очередь встречное движение и это проект, у которого есть такие же риски и риски есть для обеих сторон. порой пробоноволонтеры, будучи экстра профессионалами в своей области, могут не совсем быть погружены в специфику конкретно вашей НКО, даже имея за плечами опыт работы с другими НКО, потому что если ребята работали с фондом Старость в Радость, возможно, им нужно будет изучить потом специфику работы с какой-то организацией, которая помогает детям с какими-то арханными заболеваниями. То же самое для вас. Вам хочется этого или нет, иногда вам это сложно, иногда вам кажется, что это не нужно. Я сейчас говорю о коллегах из НКО, но вам нужно учиться говорить с бизнесом на одном языке. не просто просить, а формулировать действительно запрос, понимая и очень отдавая хорошо себе отчет в том, что вы действительно хотите получить. Только тогда возможен успех. Но вот если кратко, то так. Спасибо большое, Инга. Ну и, наверное, в завершении такая небольшая практическая часть буквально набросали мы такую схему куда идти, куда бежать, что делать. Если нужна юридическая поддержка, если нужна разработка тратегии или консалтинга, если нужно образование, если нужно IT, если нужен дизайн или маркетинг. Вот сзади меня есть такой небольшой майн-мэп на эту тему. В завершении, наверное, хочется сказать приходите к нам учиться, приходите нас учить и давайте нам интересные кейсы для их решения. Здесь вы найдете информацию о программе про НКО и потеплицей статистологии. Напомню, что мы вдвоем являемся организаторами этой панели. Ну и я так окидываю взглядом аудиторию и смотрю, несмотря на то, что кажется, что очень мало людей, я начитал 30 человек. 30 человек это больше, чем можно было бы себе представить. То есть мы я ожидал, у меня в программе было написано от 0 до 50. То есть это больше половины от ожидания. Поэтому спасибо большое за ваше участие здесь сегодня. И буквально у нас еще пара минуты для того, чтобы вы могли задать вопрос нам публично. надеюсь, у меня есть друзья. И потом, после этих вопросов мы еще останемся. Пожалуйста, подойдите микрофон. Я подсиделась. Спасибо. Скажите, я пока все это слушала, поняла, что частично когда-то несколько лет назад мы пробовали такие формы взаимодействия с бизнесом. И у нас чаще всего, и я знаю, что многих коллег неопытных в этом вопросе, чаще всего возникает проблема в том, что сначала нам удается зажечь наших партнеров из бизнес-структур, они загораются, это все начинает быстро закручиваться, а потом это растягивается, создание сайта на два с половиной года, потом они, когда нужно вести правки, они это тоже месяца три только обусоливают, как это сделать, это растягивается. Кто-то из ваших проектов, есть ли люди, которые помогают это немножко продвигать, или это задача НКО, когда такие заминки происходят, двигать и продолжать сжечь, грубо говоря. Вот этот вопрос, как он решается? И, может быть, что-то мы не так делаем, почему у нас вообще возникает? Спасибо. Если слово сайт было произнесено, можно я тогда первосвечу? Но, мне кажется, здесь мы, во-первых, конечно, обдумываем, работаем над этим. Здесь у нас есть как позитивный, так и негативный опыт. В данном случае мы, например, сделали онлайн-курс специально для студий, как им работать с некоммерческими организациями. И на первой встрече все студии и креативные агентства сказали, что никогда в жизни они смотреть этот курс не будут, он им нафиг не нужен. И здесь на самом деле, потому что это вопрос сложный, можно, безусловно, фасилитировать. Для нас в этом плане проблема прежде всего с масштабированием. Здесь себя не расклонируешь, не помножишь на 10. Поэтому это первый вопрос. Мы пытаемся другими способами его обходить, масштабируем его, но поняли уже, что онлайн-курс не работает. В целом какой мы можем сказать, какой дать совет, делайте быстро, чтобы ничего вообще не длилось больше и для вас, и для специалистов, не длилось больше трех месяцев. Просто ни один процесс, ни один проект не может просто больше длиться, и все, даже с учетом. И это, я думаю, важный, по крайней мере, тот важный урок, такой совсем не технологический, который мы для себя и для себя это играет. Еще можно добавить, есть слона по кусочкам, то есть разбивает на маленькие этапы, есть такая штука, как скрам, можете посмотреть, если не знакомы, если не знакомы, то это, может быть, облегчит такой итеративный подход, где все длится на небольшие такие вот этапы по две недели, может быть, это облегчит. Ну и что-то добавлю, извини, Гриш, как представитель корпоративной социальной ответственности есть такой класс людей, которые как раз созданы делиться в равных долях между представлением интересов НКО и представлением интересов бизнеса. Вот чем я занимаюсь в своей организации, я стараюсь свести эти две группы и плюс как раз программным менеджером всех наших пробон инициатив. Поэтому моя задача делать так, чтобы НКО оставались довольны и бизнес не терял интерес. В этом смысле вам просто стоит найти правильного человека. Я знаю, что в Питере просто мы собираем данные, я прекрасно представляю, что мало представителей именно выделенной функции корпоративной социальной ответственности, но всегда есть люди, которые в той или иной мере эту функцию несут, особенно в крупных компаниях. Вы можете изучить этот кейс на сайте, можете пойти в нашу компанию для начала в Петербурге, там есть такой человек, и просто на опыте с одним каким-то таким агентом выстроить систему, которая будет для вас аккуратно работать. И последний тоже сделаю комментарий, к нам очень долго обращались по определенным юридическим вопросам некоммерческие организации, это побудило нас, я думаю, здесь мы с Алексеем близки по подходам, мы запустили небольшой проект, который пока только полтора месяца как реализуется, называется правовой обзор новостей в социальной сфере. это совершенно доступно открытый на сайте Deloitte и на многих других площадках скоро это будет появляться, это фактически сборник ежемесячных тех правовых обновлений, новелл законодательных, которые появляются, и правоприменительных практик, актуальных для сферы НКО, которые мы делаем вместе с юристами за гражданское общество и комментируем основные, самые важные из этих новостей. То есть это, по крайней мере, избавляет вас от необходимости по издании какого-то нового законодательного акта бежать, обзванивать юристов и спрашивать, что это значит. У вас теперь будет такой гид. Мы будем стараться и в дальнейшем применять эту тактику по агрегированию. Спасибо. Друзья, услышали слово юристы. Если интересна тема юридической поддержки для этого, интересна тема? Конечно. У нас на следующей неделе, буквально во вторник, будет открытый семинар в рамках нашей школы руководителей НКО в Москве 22 числа и в Питере 28 числа ноября. Для того, чтобы зарегистрироваться, зайдите, пожалуйста, на сайт программы про НКО. Даже нет, на фейсбук программы про НКО. Найдите ссылочку для регистрации. Друзья, ложку дегтя сейчас. Можно еще вопрос как-нибудь услышать? А я хотел подобраться. Давай. Мы прям устроили консалтинг по этому вопросу. Давай. Мне кажется, Мне кажется, вы задали очень важный вопрос. Я бы хотел взять у Кристины ложкой дегтя, на секундочку буквально одолжить. Вот здесь очень много в зале НКО. И, наверное, важно было бы, чтобы вы услышали такой месседж. Я сейчас вопрос очень интересно задали. Примерно так. Вот, значит, мы что-то попросили сделать 40 людей. Они там сначала согласились, а потом злодеи. Значит, там все долго и вообще не так, как мы хотели. Ну, а что делать? Что делать, чтобы не такие злодеи все-таки были? Как сесть? Вот, директор платформы Пробона Анастасия Вашарова, она здесь тоже сегодня в зале, привела очень интересную аналогию. Мне очень понравилось, что Пробона это танец. В танец танца два партнера. По-разному бываешь, но вообще обычно. И, как бы, если кто-то кому-то оттаптывает ноги, еще вопрос, как бы, почему это происходит. И Пробон это партнерство, в котором, от НКО, который хочет получить услугу, для того, чтобы он работал, нужно вложить кучу усилий. И да, мы все, как платформы, умеем каким-то образом всем помогать. У нас есть менеджеры, которые помогают. Мы стараемся отбирать тщательно и тех, и других. Но это, черт поверь, правда, работа, работа для всех. И поэтому, если некоммерческая организация не готова к тому, чтобы, не знаю, директор некоммерческой организации тратил 30% своего времени на этот проект, мне кажется, что может быть иметь смысл в том числе смотреть какие-то другие источники получения помощи. Пробона, эта штука довольно тяжелая, требующая всех усилий и времени, любви, денег, все, давайте танцевать вместе. Ну, и на образовательные программы тоже должны приходить и не только записаться. Друзья, еще буквально один вопрос. Я очень долго сказала. Друзья, буквально еще один вопрос и мы заканчиваем. Раз. Да, есть. Тоже к теме взаимных обязательств и главенки в целикак-то отношения. Хорошо, когда вы обращаетесь в компанию, которая есть программа, да, по пробоны-специалисты, которые готовы помогать и знают, как это делать. А вот, например, в Перми мало какие компании готовы оказывать такие услуги. И нам приходится приходить и объяснять, что мы не хотим от вас денег, мы хотим, допустим, консультацию управленческого характера. Как нам основываться ли только на доверии в общении с ними или нам заключать договоры, соглашения? То есть, какие есть правила сотрудничества при заключении таких договоренностей? Я надеялась, что ты ответишь. Спасибо вам большое за вопрос. Мы пока в нашей практике заключаем договоры только на оказание аудита про бону, но здесь мы просто ограничены определенными практиками, законодательными, в частности. По консалтингу, здрасте, рада вас видеть, Александр, по консалтингу мы не заключаем никаких договорных отношений, при этом мы прописываем определенную программу и фактически кодифицируем, не знаю, протоколируем любые шаги, которые мы совершаем совместно, это тоже в какой-то мере роль медиатора, то есть меня, потому что ни на кого, как правило, ни, собственно, пробонный эксперт этим себе голову не морочит. Предложите, мне кажется, компания, ценя всевозможную структурность и системность, наоборот, оценит, если вы предложите каким-то образом ваши отношения оформить. При этом, к сожалению, из того, что я знаю, я эти практики тоже стараюсь отыскивать, изучать, даже в продвинутых каких-то западных компаниях, увы, таких уже разработанных, готовых к использованию форумов нет. Пока. Но будем постараться делать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok